На самом деле, за полтора года, буквально за год до этих событий, эти джихадисты не пользовались абсолютно никаким влиянием. Ситуация моментально и кардинально изменилась. Даже Басаев, после нападения на Нальчик, он сказал, это где-то висит, посмотрите еще раз, он сказал, вот два года назад меня выгнали из Кабардино-Валкарии, а потом позвали обратно. А что произошло в течение двух лет? Дело в том, что он, когда вот эти известные события в Баксане и так далее, он когда приезжал, он не нашел поддержку большинства, понимаете? И вот поэтому он говорит, меня выгнали, он прямо так говорит. А через два года ситуация изменилась. А что произошло в течение этих двух лет? А произошло ровно то, что вот эти джихадисты, они стали настолько в течение двух лет огромной такой влиятельной силой именно за счет того, что эти начали прессовать подряд всех, понимаете? Ну, вот такая публика была необразованная, невежественная. Совершенно они, вот эти молодые люди, да, вот которых они начали трамбовать, и они как бы кинули в обятие к ним, вот к этим джихадистам, радикалам, понимаете? И вот это имеется в виду, что в течение двух лет ситуация изменилась. Она изменилась именно вот таким образом. Ну, логично, если тебя прессуют как боевика, то что, остается только в лес идти, чтобы не страдать. Так получилось. И мы думали, что вот сейчас более-менее все будет открыто. У нас, мы же до этого вообще не имели возможности открыто, легально работать. Это вот при том режиме. Сейчас мы, все, что я вам говорю, я все это, мы совершенно открыто все это обсуждаем, публично обо всем этом говорим и так далее. И мы думали, все, мы как бы, никто не верил, что вот такая ситуация еще возможна будет. Опять же, вот то, что вы сказали, вот маленькая республика, маленькая общество, все друг друга знают, да. И мне бы в страшном сне не проснилось бы, что вот такой уровень конспираций, да, вот они, ну-то вообще, и понимаете, и здесь я не хочу увлекаться конспирологией, потому что это очень мешает сильно. Но в то же время, да, нельзя сбрасываться с счетов, об этом многие говорят, люди, которые вот как бы разбираются. Вот эта эффективность, вот их нет, да. Есть такое мнение, что есть, существуют некие силы, да, вот которые каким-то образом, значит, вмешиваются в эту ситуацию, значит, которые заинтересованы, чтобы вот эта ситуация таким образом развивалась. Например, силы с Запада. Например, силы с Запада. Нет, я, я, Запад это, я не о Западе говорю в данном случае. Скорее всего, с Востока. Да, я не говорю о Западе, я вот прочитал эти материалы в Викиликс по Северному Кавказу, да, и если бы там хоть что-то было бы, да, вот, чтобы подтверждало, да, что вот они, как бы, они здесь все это провоцируют, да, все бы мы увидели бы. А вот то, что я увидел, наоборот, там посол суперсекретно, там какое-то донесение, и... Это день рождения в Дагестане, да? И день рождения в Дагестане, еще есть там другое, где какой-то отчет, он пишет об этой ситуации, да, что здесь вот радикалы набирают силы, это очень опасно, России нужно помочь, и так далее.